Английское право Об этом мы сегодня поговорим в ток-шоу «Харжа» в студии Армана Ижанова. Здравствуйте! Разрешите мне представить своих гостей. Это Гульнара Амангельдина, участник Международного финансового центра «Астана» и Ольга Шишкина, независимый директор «Эпперкейс Дубай». Здравствуйте, Гульнара! Здравствуйте, Ольга! Спасибо большое, что нашли время для беседы с нами. Сегодня мы будем говорить о привлекательности правовой системы МФЦА и, наверное, начнем логично нашу беседу с Гульнарой, поскольку она представитель и участник Международного финансового центра. Гульнара, вам слово. При выборе регистрации компании вы выбрали именно МФЦА. Что вас на это подтолкнуло? Почему вы не оставались в рамках национального казахстанского законодательства, а именно выбрали МФЦА? Какие бонусы, привилегии это дало вашей компании после того, как вы стали резидентом финансового центра? Еще до официального открытия МФЦА наш учредитель Виталий Чирясов увидел долгосрочные перспективы работы консалтиковой компании на новой и уникальной площадке в Республике Казахстан. Объясню, почему. Это новая целевая аудитория, это иностранные инвесторы, это крупные международные компании, которые столкнулись со сложностями ведения бизнеса на территории Республики Казахстан. Это уже новая для них юрисдикция. В связи с этим наша международная консалтиковая компания приняла решение, что нашей команде нужно в срочном порядке познавать все нюансы ведения бизнеса на территории МФЦА, какие имеются преимущества и способы ведения бизнеса в новом финансовом центре. Ввиду этого iPrava FZ Limited, которая выступает под брендом Uppercase, она вошла в число первых 50 компаний, которые зарегистрировались в качестве участников МФЦА. Более того, наша компания является одной из первых консалтинговых компаний, зарегистрированных в МФЦА и получивших лицензию на оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг, которые мы можем оказывать как органам МФЦА, так и его участникам. В связи с этим 5 июля 2018 года нашей компании была оказана честь присутствовать на официальном открытии МФЦА с присутствием Ельбаса Нурсултана Назарбаева. Теперь, наверное, давайте поговорим о преимуществах ведения предпринимательства в МФЦА. В основном, основным преимуществом МФЦА является применение английского права на постсоветском пространстве. Применяется льготный режим налоговложения. Это дает иностранным инвесторам осуществлять свою деятельность в общей мировой и удобной для себя юрисдикции. Введение специального налогового режима позволяет участникам МФЦА до 2066 года получить возможность освобождения от корпоративного подохода, подоходного налога по доходам, полученным от оказания финансовых и вспомогательных услуг в МФЦА, также земельного налога, налога на имущество. Более того, иностранные работники, как органов МФЦА, так и участникам МФЦА, они освобождаются от индивидуального подоходного налога также до конца 2065 года. Чем так выгоден МФЦА? В МФЦА имеется вся необходимая инфраструктура для ведения бизнеса, которая доступна каждому предпринимателю. Во-первых, это суд МФЦА, это международный арбитражный центр, это международная биржа, это бюро непрерывного профессионального образования МФЦА, который создан для подготовки специалистов финансового рынка. Более того, в МФЦА действует упрощенный визовый режим. Он действует по принципу одного окна, благодаря которому экспат-центр МФЦА разрешает все визовые и миграционные вопросы тех иностранных граждан, которые прибывают в Республику Казахстан. Дополнительной услугой для инвесторов является запуск судом МФЦА и Международного арбитражного центра новых услуг по медиации. То есть была открыта судебная медиация в МФЦА. Это означает, что в ходе судебного предпринимательства, в ходе судебного разбирательства, при обоюдном согласии сторон, судья может принять на себя роль медиатора и попытаться достичь примирения сторон. Спасибо большое, Гульнара. У меня следующий вопрос к Ольге. Если МФЦА пока сейчас в Казахстане пионер, ему всего лишь несколько лет с момента его создания, то финансовый центр в Дубае ему уже несколько десятков лет. И при создании МФЦА особое внимание уделялось именно опыту и примеру Дубайского финансового центра. Вот с точки зрения специалиста, эксперта и человека, который работает в Дубайском финансовом центре, расскажите, пожалуйста, чем он стал привлекателен для кураторов МФЦА, именно Астана, что он стал примером для подражания, можно сказать. Я думаю, все достаточно просто, и ответ на этот вопрос, пожалуй, кроется в истории. Обе страны, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты, чем-то похожи. Помимо того, что обе страны являются мусульманскими, две эти страны находятся на определенном и очень важном коридоре шелкового пути. И ДФС в свое время, на заре 2000-х, был учрежден для того, чтобы торговые предприятия, а торговля – это ключевой вид деятельности, который развит в регионе Ближневосточном, так вот, чтобы эти предприятия получили доступ к благам международной экономики. Соответственно, я так полагаю, доподлинно нам неизвестно, но я полагаю, что бенчмарком послужил ДФС ввиду того, что модели экономик схожи. И для того, чтобы предприятия могли получать преимущества от мировой экономики, пользоваться инструментами экономическими, когда мы наладим логистику, дать возможность управлять финансовыми потоками, получать инвестиции и регулировать все эти процессы в общепризнанных рамках, чем увеличивать потоки, в том числе товарооборот, в том числе потоки финансовые. Соответственно, эта модель была принята за такую общераспространенную. Я думаю, что МФЦА помимо этого использовал модели других разных государств, поскольку модель, применимая в Дубае, основана на практике Великобритании. Это некий гибрид местного права с британским или общим правом. Соответственно, это понятные правила игры для международного бизнеса. И если речь идет об освоении новых регионов, о стратегическом развитии, то, безусловно, инвесторы не пойдут, если они не будут понимать правила игры. Поэтому, я думаю, правительством было принято такое решение взять за образец общепринятые рамки, давно себя зарекомендовавшие, понятные специалистам, как в них работать, и применить его на новом пространстве, на таком важном коридоре шелкового пути, на котором находится Казахстан. Спасибо большое, Ольга. Гульнара, вот ваше мнение относительно... Ольга начала говорить про английское право, про доверие к нему со стороны инвесторов и понятных правил игры. Мне хотелось бы узнать касательно такой детали, как правоприменительная практика английского права, именно в финансовых, экономических делах, в разрешении различных споров. Ваше мнение относительно вот такой стороны вопроса? Само по себе английское право, его методика принятия решения, и судьи, которые сформировали уже достаточно огромное количество источников общего права на протяжении многих веков, они говорят о том, что английское право уже показало себя в успешном опыте правоприменительной практики в экономических и финансовых сферах. В первую очередь, английское право, оно основывается на таком правовом источнике, как прецедент. То есть, если коротко, судебный прецедент – это когда суд принимает решение по конкретному делу, которое в дальнейшем служит образцом для принятия решения уже по другим делам, открытым в связи с аналогичными фактическими обстоятельствами. В связи с этим мы можем наблюдать, что английское право – это достаточно гибкая система права, поскольку суд может как устанавливать, так и изменять, так и отменять какие-то правовые нормы. Поскольку английское право рассматривает судебные дела, связанные с международными коммерческими спорами еще с начала XIX века, уже был сформирован достаточно значительный объем прецедентов, так, чтобы стороны, они уже заранее до вынесения решения суда могли понять и предугадать, какое решение суд примет в том или ином деле. Если взять, к примеру, лондонский коммерческий суд, то здесь можно наблюдать очень интересную статистику. Более 70%, которые были поданы в лондонский коммерческий суд, они базируются на международных исках. И компании, несмотря на то, что они не имеют никакого абсолютного отношения к английскому праву и к английскому в целом, они принимают решение вести свои судебные дела в лондонском коммерческом суде. То есть статистика дает осознание того, что английское право все-таки является предпочтительным способом разрешения коммерческих споров. Поэтому я считаю, что применение английского права в МФЦА оно скажется положительно на правовой системе МФЦА в целом, поскольку англо-саксонская система права с упором на прецеденты, оно уже положительно зарекомендовало себя при разрешении споров в мировом бизнес-сообществе. Спасибо большое, Гульнара. Ольга, вот Гульнара в своей речи говорила, что английское право, оно прецедентное. Было ли на вашей памяти и в жизни, и в работе финансового центра Дубая, что такого прецедента, вот пришло какое-то дело на разрешение того или иного спора или конфликта, и в базе не было аналогичного дела предыдущих лет, то есть не было прецедента, то в таких случаях как разрешается спор, если нет примера для наглядного примера, как разрешалось, допустим, 3 года или 5 лет назад аналогичное дело, и если нет такого прецедента, то как поступают судьи? Наверняка для каждого дела прецедент все-таки находится, но я знакома с такими делами, которые по подсудности были направлены в местные суды Дубая либо других Эмиратов. Вот такие случаи были, что все-таки дело по существу рассматривалось в национальном суде. Следующий вопрос у меня к Гульнаре. Гульнар, вот МФЦА как экосистема, как огромная организация со своими структурами, органами и множеством участников, людей, так или иначе приходится сотрудничать или взаимодействовать с национальным законодательством, с национальными органами государственными Казахстана, будь то таможенные, налоговые, МИД и так далее. Существуют ли риски ошибок при имплементации национального законодательства в МФЦА и наоборот английского права в национальное законодательство при взаимодействии двух юрисдикций, можно сказать, и представителей двух юрисдикций, та же компания казахстанская, которая в национальном законодательстве зарегистрирована, и МФЦА? На самом деле это очень интересный вопрос, но я все-таки считаю, что процесса имплементации английского права в национальное законодательство оно не происходит. Объясню почему. Согласно конституционному закону о МФЦА на территории МФЦА с четко обозначенными границами города Мурсултан действует особый правовой режим. И здесь нужно уже смотреть на действующее право МФЦА, то есть на те источники права, которые применяются в МФЦА в операционной деятельности уже их участников. То есть действующее право МФЦА, оно состоит, во-первых, из конституционного закона МФЦА, во-вторых, о правилах и актов центра, которые не должны противоречить конституционному закону, и которые могут быть основаны, прошу обратить внимание, именно могут быть основаны на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса, а также они могут быть основаны и на стандартах ведущих крупных мировых финансовых центров. Помимо Дубайского финансового центра, это может быть австралийские финансовые центры, то есть все мировые игроки финансового рынка. Вот следующий, хотел для себя, тоже мне интересно, следующий вопрос, как Ольге, которая практикует вот в Дубае. Ольга, ваше мнение, и может быть вы, как скажет, проинформируете нас? Вот Дубайский финансовый центр, к примеру, он сотрудничает, компания, которая зарегистрирована и является резидентом Дубайского финансового центра, она работает с той компанией, которая находится за пределами юрисдикции английского права и финансового центра. Как у них взаимодействие происходит? И, насколько я знаю, Дубай, страна, состоит из Эмиратов. Возможно, в каждом Эмирате там свой, свою интерпретацию законодательства и свои какие-то законы. Как вот эти Эмираты сотрудничают, взаимодействуют с финансовым центром Дубая? Вот такой вопрос интересный. Если я правильно поняла вопрос, позвольте ответить на него достаточно широко. Действительно, на уровне федерации существует закон, согласно которому должны подчиняться все из семи Эмиратов. Однако в Конституцию были внесены поправки, и отдельным законом, решением правителя Дубая была учреждена специальная финансовая фризона, Дубайский международный финансовый центр, для того, чтобы реализовать там ряд инициатив. Куда ключевым звеном ввели работу комиссии по ценным бумагам и мониторингу финансовых операций. Так вот, отвечая на ваш вопрос, как работают резиденты Дубайского финансового центра с компаниями нерезидентными, либо с другими юрисдикциями, проведу пример банка HSBC, который всегда был, головной офис которого всегда был зарегистрирован на Джерси, он попадал под мониторинг властей Джерси. Он совсем недавно принял решение переехать и перевести полностью головной офис с несколькими тысячами сотрудников в Дубайский финансовый центр и мониториться по требованиям и нормам финансовой комиссии Дубая. Однако на пользователей это не произошло никаких изменений. Соответственно, они обслуживали и обслуживают резидентов и нерезидентов Арабских Эмиратов. Они продолжают обслуживать джерсийские компании, компании из Гонконга, и на операционную деятельность это никак не повлияло. Я бы сказала, что деятельность любого финансового центра это все-таки работа с надстройкой, не с операционной деятельностью. Соответственно, они играют по тем правилам игры, которые регулируют те операции, которые относятся к функции владения и управления финансовым и наподобным. Понятно. Гульнара, у меня вопрос, который вытекает из предыдущего. Смотрите, есть ли такой пример? Например, компания, инвестор или, допустим, резидент МФЦА, он сотрудничает или в партнерстве работает с казахстанской компанией. То как их взаимоотношения, по какому законодательству регулируется? Национальному, национальному казахстанскому, то есть континентальному, или по праву английскому, который работает в МФЦА? Взаимодействия хозяйственные разные могут быть аренда железнодорожного состава, открытие какого-то, создание завода, предприятия за пределами МФЦА или наоборот. Стороны какого-либо контракта, они могут выбрать подсудность любого суда. То есть это может быть как суд МФЦА, так и любой другой иной суд. Но есть те случаи, когда суд МФЦА, он обладает исключительной юрисдикцией в отношении всех споров. То есть это споры, возникающие между участниками центра, между органами центра, а также их иностранных работников. Также суд обладает исключительной юрисдикцией в отношении всех операций, которые были осуществлены в пределах этого центра, и которые подчиняются праву центра. И также, если, опять же, между сторонами была совершена оговорка в их договоре о том, что разрешение спора будет передано суду центра по соглашению сторон. Аналогичным образом происходит взаимодействие, продолжу ответ на вопрос, который мы задали ранее, происходит взаимодействие компании, зарегистрированной в DFC, оказывая услуги клиентам, внешним клиентам, не являющимся резидентом данной экономической зоны или данного финансового центра. В контракте указывается юрисдикция рассмотрения споров. Есть исключительные случаи, скажем так, по территориальному признаку, в зависимости от того, где происходит то или иное нарушение, тогда суды могут принять решение о рассмотрении. Но это, как правило, имущественные иски. Если речь идет о неимущественных исках, то все это рассматривается в рамках контракта. В контракте, как правило, указывают юрисдикцию DFC для рассмотрения споров. Здесь аналогично и в суде МФЦ, что суд МФЦ не рассматривает какие-то административные и уголовные правонарушения. То есть здесь речь идет только о гражданских правовых отношениях. Понятно. В 2011 году принято было решение. И вот до этого года суды DFC могли рассматривать только споры в отношении резидентов финансового центра. Однако сейчас юрисдикцию расширили. Они могут рассматривать споры даже в отношении активов, находящихся за пределами Объединенных Арабских Эмиратов. Многие резиденты других офшорных или фризон юрисдикций Объединенных Арабских Эмиратов могут выбрать суды DFC в качестве рассмотрения споров. Таким образом, инвесторы Объединенных Арабских Эмиратов пользуются выбором, хотят ли они рассматривать споры по нормам шариата, либо они хотят применить английское право, либо в национальном суде указать, что они хотят, чтобы споры рассматривали по законодательству той страны, гражданином которой он является. Расскажите, все ли юристы могут работать в суде и в МФЦА в целом для того, чтобы легализоваться, что ли, каков алгоритм для легализации и аккредитации в МФЦА? Если на рынок МФЦА хочет прийти юридическая компания, то, соответственно, ей нужно пройти процесс регистрации компаний. Если это юридическое лицо уже созданное, то оно может пройти процесс авторизации в МФЦА. Для этого не нужно будет проходить заново процесс регистрации. И далее необходимо будет получить лицензию на оказание юридических, консалтинговых и бухгалтерских услуг в случае необходимости. Что касается юристов, здесь ограничения существуют только на участие в судах. То есть в компаниях юристы могут работать со своим дипломом, со своей практикой. То есть здесь никаких абсолютно ограничений нет. Единственное, что имеется, какое ограничение в судах МФЦА, это то, что только ограниченное количество юристов могут выступать на суде в МФЦА. Чтобы иметь возможность участвовать в судебных спорах в качестве представителя стороны, необходимо пройти регистрацию в аппарате суда МФЦА. Нужно получить разрешение суда МФЦА. То есть кто попадает в эту категорию? Это юристы абсолютно из любой точки мира, у которых есть лицензия на право занять адвокатской деятельностью. Также это юристы, имеющие диплом бакалавра и как минимум два судебных решения или постановления, в которых юрист указан в качестве представителя стороны. В качестве альтернативы могут предоставляться как письма, как рекомендательные письма от судьи или от клиента, который подтверждает, что действительно этот юрист выступал ранее на судебном процессе. На самом деле в МФЦА достаточно разработана широкая площадка для обучения юристов, как будущих юристов, так и практикующих. Достаточно часто проводятся тренинги по международному коммерческому праву, обучают навыкам выступления в суде на основе английского права. Поэтому я думаю, что та образовательная программа, которая была создана в МФЦА, она действительно поможет казахстанским юристам стать конкурентоспособными на рынке, поскольку сейчас рынок испытывает огромную потребность таких специалистов, которые понимают и казахстанское право, и принципы английского права. Поэтому сама новация МФЦА в республике Казахстан потребует совершенно новых навыков от казахстанских юристов. Ольга, ваш опыт или ваше мнение относительно сложно ли получить лицензию для работы в финансовом центре Дубая? Вам как юристу? Требования достаточно высоки. Есть регулируемые виды деятельности и нерегулированные виды деятельности. Как мы говорим, это финансовые виды деятельности, банковские лицензии, страховые компании, перестраховые компании, компании, которые работают с активами. Вот данную лицензию получить сложно и дорого. Процесс занимает порядка полугода. И бюджеты для открытия компании достаточно велики. Если бизнес попадает в категорию, скажем так, вспомогательного сектора, нерегулируемой деятельности, это юридические компании, консалтинговые компании, HR и так далее, то лицензию получить несколько проще, потому что требования финансовой комиссии предъявляются не в полном объеме. И, соответственно, открытие компании занимает от пяти дней до месяца, в зависимости от скорости согласования регулятором и выдачи разрешений. Хорошо, спасибо большое, Гульнара, спасибо большое, Ольга, уважаемые телезрители. Конечно, в рамках одной программы сложно раскрыть такую большую тему, как правовая система МФСА, но мы все-таки попытались. И в гостях, я напомню, у меня были Ольга Шишкина, независимый директор «Апперкейс Дубай», и Гульнара Амангельдина, участник Международного финансового центра «Астана». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!